Спецагенты бывшими не бывают. Главному Джеймсу Банду всех времен, оскароносному Шону Коннери в этом году исполнилось 90 лет. Журналисты неоднократно его хоронили и приписывали разные тяжелые заболевания, но актер вопреки всему демонстрирует прекрасную форму, как физическую, так и умственную. Он сделал паузу в карьере, но не перестает интересоваться происходящим вокруг. Шон активно высказывается за независимость родной Шотландии и обещает вернуться в страну, когда она станет свободной. Актер и режиссер Клинт Иствуд не планирует останавливаться на достигнутом в карьере, несмотря на свои 90 лет. В его копилке уже 4 Оскара, включая статуэтку за лучшую режиссуру, малышка на миллион, а сколько еще будет. И хотя Клинт давно не снимается сам, предпочитая снимать, для нас он навсегда останется лихим ковбоем из вестерных детства. Иствуд остается героем и в жизни. В 2014 году, например, Клинт спас жизнь одному несчастному, подавившемуся куском сыра. Он применил прием Геймлиха и спас беднягу от удушья. 83-летний Андрей Кончаловский не уступает своим американским коллегам. Смотря на режиссера, мы уверены, что ген вечной молодости все-таки существует. Или дело в молодой жене. Юлия Высоцкая, которая младше супруга более чем на 30 лет, явно не дает ему заскучать. Режиссер продолжает активно снимать фильмы, получая престижные премии, а свободное время проводит со своей большой семьей. У Андрея семеро детей и десять внуков. 84-летнего Роберта Редфорда журналисты недавно признали одним из самых сексуальных актеров за 50. Пожалуй, мы с ними согласимся. Актер не теряет форму, продолжает сниматься в кино и заниматься активной природоохранной деятельностью. А в 72 года Роберт женился. Сколько женских сердец разбил Аль Пачино. Боимся, что мы собьемся со счету где-то на сотом. 80-летний актер никогда не был женат и гордо несет по жизни статус вечного холостяка. Правда, это не помешало ему обзавестись тремя детьми. Актер заявил, что собирается жениться на своей аргентинской подружке. Актрисе лючили соли, но пока этого не произошло. 78-летний Харрисон Форд еще даст всем жару. В ближайшее время мы увидим его в роли Хана Соло в новом эпизоде «Звездных войн». Но и это не предел. Режиссер Стивен Спилберг планирует снять в 2021 году новый фильм об охотнике за сокровищами Инди Ани Джонсе. Харрисон, прославившийся во многом благодаря этой роли, уже подтвердил свое участие в проекте. Долой Человека-паука и Супермена, уступите место настоящим героям. Вечно молодой, вечно пьяный. Не знаем, как сейчас обстоят дела у Мика Джагера с алкоголем, но про молодость – в самую точку. 77-летний рок-музыкант, лидер The Rolling Stones, продолжает прыгать на концертах, как заведенный, готовится к гастролям на Кубе и работает над новым альбомом. Шоу должно продолжаться. Роберт – примерный семьянин. Во второй раз он женился в 1997 году и через год стал отцом. Четыре года назад жена подарила ему еще одного ребенка – малышку Хелен. Так что актеру не до романов на стороне. А вот силы на скандалы у него остаются. Недавно журналисты обвинили Роберта в надменности и в звездной болезни, и было за что. Ричард Гир всегда будет для нас молодым миллионером-романтиком из красотки. Не важно, что актеру уже 71 год. Если сравнить его свежие фотографии со снимками 25-летней давности, то кажется, что Ричард ни капли не изменился. Может быть добавилось лишь чуть седины. Актер снимается не так активно, как раньше, всего по фильму в год, но занимается активной творческой и общественной деятельностью. Он является членом американского комитета «За мир» на Кавказе, путешествует по миру и увлекается фотографией. В 2004 году, кстати, Ричард привозил в Москву свою персональную выставку, посвященную его паломничеству на Тибет. В 2018 году Гир женился на Алехандре Сильва, а в прошлом году стал отцом. В копилке 65-летнего Кевина Коснера множество громких ролей. Актер пробовал себя и в режиссуре, сразу же получив Оскар за дебютный фильм «Танцующий с волками», что большая редкость. Кевин следит за трендами, поэтому сейчас пробует свои силы в сериалах, не забывая и о полнометражном кино. А уж выглядит он так, будто каждое свое утро начинает с пилюли молодости. «Брутальность и сила» — это про 62-летнего актера Сергея Гармаша. Несмотря на возраст, актер продолжает геройствовать на экране, выбирая для себя роли настоящих мужчин. Не чужды ему и комедии, в которых Сергей смотрится не менее органично. Что говорить, настоящий талант. Бывшему мужу Мадонны, актеру Шону Пенну, 60 лет. За годы он подрастерял свой пыл, перестал распускать кулаки и, кажется, образумился. Актер помирился с Мадонной, с которой не общался 30 лет, и даже пришел к ней на концерт вместе с дочкой. Редактор субтитров А.Семкин